Наш партнер – супермаркет «Астыкжан». Установите мобильное приложение от «Астыкжана». Закажи товары на дом. Добрый вечер, автолюбители! Это седьмая передача и, как всегда, я ее ведущая Евгения Артанж. Проведите 20 минут с нами, не пожалеете! И сегодня в программе вы увидите. Можно ли сделать остановку на парковке для инвалидов, поставить авто на стоянку на тротуаре или под углом к бордюру? На эти вопросы ответит наш новый эксперт Александр Михеев в рубрике «Юридический ликбез». Об особенностях вождения в зимний период расскажет наш опытный инструктор в рубрике «Автомобилисту на заметку». Самую вкусную колбасу докторскую для новогоднего оливье выберут кустанайцы в супермаркете «Астыкжан». Правила дорожного движения придумали, как считают некоторые водители и пешеходы, для того, чтобы осложнить жизнь. На самом деле правила существуют, чтобы спасти и обезопасить эту самую жизнь. В нашей программе главный по правилам юридический ликбез. В этой рубрике мы стараемся ответить на все вопросы наших телезрителей и осветить проблемы, возникающие у кустанайских автомобилистов. С этого выпуска седьмой передачи у нас новый эксперт Александр Михеев. Прошу любить и жаловать. Вопрос от нашего телезрителя. Разрешается ли останавливаться на парковке для инвалидов? Ответ прямо сейчас. Что такое остановка и что такое стоянка? Стоянка это у нас преднамеренное прекращение движения на срок более 5 минут, но не связанное с посадкой, высадкой пассажиров или погрузкой-разгрузкой транспортного средства. Остановка же это преднамеренное прекращение движения на срок до 5 минут или больше, если это посадка, высадка пассажиров или погрузка-разгрузка транспортных средств. Если это парковка для инвалидов, соответственно, это будет подразумеваться именно стоянку, но не остановку Поэтому остановку производить можно, сколько бы она времени не заняла, то есть для посадки, высадки пассажиров Или погрузки, разгрузки каких-то грузов, материалов, домашних вещей, например Все-таки это будет остановка, но ни в коем случае не стоянка Поэтому за это наказание не предусмотрено правилам дорожного движения и административным кодексом Разрешается ли ставить на стоянку автомобили под углом к бордюру или все-таки только параллельно ему? В разделе 12, остановка стоянка, у нас именно отражен этот момент Парковка разрешается под углом проезжей части, в местах, конфигурация которых имеет иное расположение транспортных съезд, допускает То есть получается имеются кармашки, которые у нас, ну так и называются, кармашками, да, в простонародье Если нет дополнительных табличек, которые для парковки таблички есть, ну 7-6, это у нас там вариантов много, 9 табличек идут Вот как мы должны поставить автомобиль на этой стоянке? Если таких табличек не присутствует в этом кармашке, то соответственно мы можем ставить там, можем под углом, можем полностью поперек поставить, можем вдоль То есть здесь уже нарушений никаких нет Если же это будет указано уже на табличке, а мы поставили другим способом В этом случае, соответственно, мы, конечно, уже будем нарушать, если мы поставим совсем по-другому Но если уже у нас просто бордюр есть, никаких карманов нет, а мы поставили под углом, зачастую, кстати, у нас постоянно это происходит Вот, то, соответственно, это будет нарушением правил дорожного движения Вопрос. Разрешается ли стоянка автотранспорта на тротуаре? Этот вопрос оговорен в правилах дорожного движения, также в 12-м разделе остановка стоянка Ставить транспортные средства разрешается на тротуарах только легковые автомобили и мотоциклы Причем здесь подразумеваются именно легковые автомобили Есть грузовые до 3,5 тонн, например, газели, как называется у нас, пирожок, да? Они все равно считаются грузовыми автомобилей, поэтому им уже на тротуарах в любом случае ставить транспортные средства вот эти нельзя Но легковые и мотоциклы, это в правилах именно сказано, что можно производить стоянку на тротуарах Но, опять же, если это не создает помехи для движения пешеходов Вот, если такая помеха существует, конечно, мы ставить там не имеем права И еще, если будет указан способ постановки на стоянку именно вот в этом месте То, соответственно, если мы будем заезжать на тротуар, а способ будет указан другой То мы в этом случае тоже будем в любом случае нарушать Сколько опасных ситуаций, нелепых и даже глупых аварий происходит на зимней дороге, наверняка рассказывать вам не стоит И виной тому не только невнимательность водителей, но и излишняя самоуверенность Управляя автомобилем в условиях зимней дороги, нужно учитывать массу особенностей Стоит, к примеру, нажать не вовремя на газ или неправильно рассчитать скорость И вот уже ваш автомобиль целуется спереди едущий иномар Стоит чуть резче, крутанут рулем И вас буквально выносит на встречную полосу прямо посередине перекрестка А если не учесть состояние дорожного покрытия, можно и вовсе оказаться в кювете Избежать подобных неприятностей поможет наша рубрика «Автомобилисту на заметку» Оказывается, безопасность на дороге начинается задолго до начала движения по этой дороге Объяснил мне Виталий Дирс и инструктор по вождению с большим стажем работы В управлении автомобилем не бывает несущественных мелочей Посадка в автомобиль, значит задняя спинка сидения должна плотно облегать вашу спину Также немаловажна подушка на сидении, она должна быть вам ровень в затылок Для чего она нам служит? Частая авария – это удар сзади Если последует удар сзади, то подушка спасет вашу шею И начинаем движение Зимой надо менять не только шины на колесах, но и манеру вождения Движение надо начинать плавно, с места Тогда у вас больше шансов, что машина поедет без пробуксовки ведущих колес Если вы начнете движение резко, резко надавите на газ, то, естественно, машина пробуксует У вас должно быть при начале движения сила тяги, должна быть менее, чем сила сцепления колес дорогой На автомате, конечно, легче трогаться, когда мы отпускаем тормоз, машина уже сама начинает движение Нам остается только немножко добавить газ Если у нас механическая коробка передач, то если дорога у нас более-менее такая не скользкая То можно начинать трогаться с первой скорости Потихоньку с первой передачи, потихоньку притравливая сцепление Включили нашу первую передачу, потихонечку притравливаем сцепление Как только машина начала движение, сцепление попридержали на месте Дали немножко газ и, придерживаясь сцепления, начинаем движение Как только машина развила скорость, мы можем сцепление отпустить Если дорога у нас слишком скользкая, то мы можем начать движение со второй передачи У нас сила тяги будет немножко меньше, чем на первой передаче И машина у вас плавно тронется с места Нюансов много на зимней дороге. Самое первое, что надо выбирать, это скорость движения, дистанцию. И зимняя дорога не любит резких торможений и резких поворотов рулем. Погода, к примеру, 0 градусов, немножко дорога подтаивает, и, естественно, дорога становится еще более скользкая. Самые скользкие места, где у нас могут быть на дороге, это перекрестки, автобусные остановки и пешеходные переходы. Зимой надо дорогу просматривать на более дальнее расстояние от вас, чтобы вы были ко всему готовы. Все, что может случиться на дороге. Если у вас машина снабжена АБС, то вы можете начинать торможение сразу с педали тормоза. АБС вам не дает заблокировать передние колеса, а значит машина уже более-менее под вашим контролем. Если машина ваша не оборудована системой тормозов, то надо тормозить ступенчато. Это надо на педаль давить толчками. Тогда ваша машина тоже более-менее будет под вашим контролем. Если вы перед каким-то препятствием просто не успеваете остановиться, и ваша машина не снабжена, значит, системой антиблокировочных тормозов, вам лучше отпустить тормоз и сделать какой-то огибающий маневр. Объехать это препятствие. Потому что когда у вас заблокируются колеса, вы все равно будете руль крутить хоть туда, хоть сюда, машина вас слушаться не будет. Она будет продолжать движение прямо. С тормозами разобрались. А как вести себя, если угодили в колею? Колея это такая вещь, если вы уже попали в эту колею, то лучше с этой колею уже не выезжать, а держаться именно этой колеи. Самое, конечно, безопасное вождение это по гребню колеи. Но, как я уже сказал, если вы уже попали в нее, то держитесь колеи. Опять же, следите за скоростью. Если вы чувствуете, что машина начала бросать от бортика к бортику, значит, у вас большая скорость. И надо, естественно, скорость сделать ниже. Выезжать с колеи. Значит, как мы будем выезжать с колеи? Если вам надо повернуть направо или налево, то тут, знаете, как у хоккеистов, вам надо оттолкнуться от противоположного бортика колеи. Если вам надо повернуть налево, то сначала руль крутите вправо, об бортик и начинайте поворот. На секундочку, на мгновение надо руль задержать, чтобы задние колеса тоже зашли у вас на гребень колеи. И тогда закончить поворот. Что нужно делать, если ваш автомобиль пошел в занос? Мы, конечно, контролируем занос, но если у вас вдруг получится так, что машина пошла в занос, я вам покажу, что нужно делать. На переднем автомобиле, если ваш автомобиль пошел в занос, то руль надо крутить в сторону заноса. И в определенный момент, по мере выпрямления машины, надо выпрямлять руль. Ставить его ровно. Если у вас заднеприводный автомобиль, то при заносе газ, конечно, нужно отпустить. Иначе задние ведущие колеса продолжат занос автомобиля вашего и вас просто-напросто развернет. Уйти в занос – это страшно. И то, что сегодня все заносы были контролируемыми, не делало их более приятными. Слава Богу, наш инструктор из них каждый раз профессионально выходил. Ну, Виталий Вергенюсович, я не могу не воспользоваться таким шансом и поучить, чтобы вы меня научили выходить из заноса. Конечно, давайте попробуем. Давайте. Давайте. Так, я правильно сижу? Да. Смотрите, чтобы спинка облегала полностью вашу спину. Руки положите на руль, чтобы запястья лежали у вас на руле. На руль. Прямо на руль. Нет, на руль. Так вот. Значит, немножко спинку надо поднять. Уходить в контролируемый занос будете вы, видимо. Хорошо. Как только машина начнет заходить в занос, мы будем крутить руль куда? В противоположную сторону. В сторону, как говорят водители, багажника. В багажник. Все, хорошо. Набираем скорость. Много? Нет, хватит. Хватит. Выкручиваем руль в сторону. Ух, эти полочки! Мы поздно начали руль выкручивать в обратную сторону. Правда? Как только машина пошла в занос, надо уже руль выкручивать в противоположную сторону. То есть, поэтому нас развернуло? Поэтому нас развернуло. Попробуем еще раз? Конечно. Давайте. Со второй попытки я снова не совладала то ли с автомобилем, то ли с заносом. Лишь с третьей попытки что-то получилось, после которой мои эмоции просто зашкалили. Еще бы столько адреналина. Ну, какую оценку вы мне поставите? Ну, на первый раз пять вы получаете. Спасибо. Ну, я думаю, что авансом. Не так это просто выходить из заноса. Я для себя решила, буду соблюдать скоростной режим на поворотах, чтобы в эти самые заносы не входить. Будьте внимательны на дорогах и знайте, что вас ждут дома. Какой новый год без оливье? И какой оливье без колбасы? Дегустируем колбасу докторскую в рубрике «Народная закупка». Чтобы оливье был на все сто. Астық жан мобильді космошасы архылы. Даль, козыр жекте болыңыз. Жайлалықтың жаңа денгейін сезініңіз. Перекусить быстро и сытно. Добавить в салат или же сделать вкуснейший бутерброд. Все это возможно, если на полке вашего холодильника хранится колбаса вареная докторская. Как относятся к продукту с таким медицинским названием кустанайцы, узнаем из нашего опроса. Ну, вспомни, докторскую беру на салат. Ничем не есть. А копченую мы берем обычно ездить. Докторскую? Почему докторскую? На вкус и цветки говорят. Нет, потому что однажды я посмотрел передачу с участием режиссера Соловьева. Его мама была в свое время, в советские времена, заведующей рестораном. И вот как-то однажды она ему сказала, пойдем, я тебе покажу, сынок, что там творится с рубленым мясом. С тех пор он ест только натуральное мясо. Все, я последовал его совету докторскую. Все любим. А почему докторскую, папа сказал? Чтобы не болеть, да? Да. Из вареных колбас какую предпочитаете? Докторскую. Почему докторскую? Потому что она вкусная. Как бы ни были противоречивы мнения о полезности колбасы вообще и докторской в частности, это востребованный мясной продукт. Все, что пользуется спросом, седьмая передача дегустирует в супермаркете Астыкжан. Дегустаторы, народные жюри, обычные покупатели. За право называться самой вкусной докторской колбасой сегодня поборются шесть производителей. Все из Кустанайской области. Как обычно, каждому мы присвоили номер. Номер один достался компании БАМ, поселок Затобольск. Номер два у докторской от Двуреченского, также поселок Затобольск. Номер три достался колбасе от Разумовича. Четыре у изготовителя Карасуед. Пять – это докторская от компании Особо, Денисовский район. И номер шесть – город Кустанай, колбасный цех, фаворит. Проголосовать кустанайцы могут только за одного претендента. Как вам номер два? Ну, получше, чем за пять. Почему номер пять? Она более весная такая. Прям вкуснее. Почему номер один? Вкусная колбаса. Похожа на докторскую? Да, похоже. Мне больше понравилась вот эта, вторая. Мне вот тоже пока вторая. Вот эта вот сильно соленая. Пятая с пряностями, шестая какая-то кислая. Вот эта самая вкусная. Номер два. За какой номер голосуете? Один. Почему один? Она вкуснее. На докторскую похожа? Да. Пожалуйста, вот берите бумажечку и голосуйте. Ты колбасу кушаешь часто? Да. Нравится? Давай номер шесть. Теперь пробуй и говори, за кого ты будешь голосовать. За номер два. Номер два почему? Потому что вкус немного. Меньше. Соли много. Это номер четыре. Здесь тоже пудышки. А в докторской не должно быть, да, вот таких пузырьков воздуха? Мне не нравится, на практике, в воздух. Просто просто. А на вкус? Вот. Давайте берем. Типа как резинка, что ли? И номер шесть. Солнечное мнение, куда вкуснее? Она как-то разваливается. Мне понравилось второе. Второе. Номер два почему? Ну, это ближе к докторскому, да? К вкусу. Третья была вкусная. Третья. Номер три, да? Да. Народная закупка могла бы поспорить с авторами утверждения о количестве людей, их вкусов и мнений. Дегустаторы сегодняшней колбасной баталии были практически едины в своем мнении и вкусовом предпочтении. Дегустация завершена. Подсчет голосов и результат, который в этот раз бесспорен. Итак, победителем сегодняшней народной закупки становится колбаса докторская под номером два от Двуреченского. Поздравляем изготовителя. С мобильным приложением Астыгжан вы можете совершать покупки, находясь где угодно и когда удобно. Мы доставим заказ вовремя в любую точку города. Теперь вы точно не пропустите наши акции и самые выгодные цены. Все ваши чеки сохраняются, а бонусная карта всегда под рукой. Скачайте мобильное приложение Астыгжан прямо сейчас. Ощутите новый уровень комфорта. На сегодня это все. Увидимся ровно через неделю в следующую пятницу на телеканале АЛАУ. Все выпуски нашей программы вы можете найти на сайте alau.kz и в ютюбе. И пусть все дороги покоряются вам. Пока. Наш партнер – супермаркет Астыгжан. Установите мобильное приложение от Астыгжана. Закажи товары на дом. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок